Привет-привет! Сегодня делаем вкусный и нежный французский торт Фрезье. Мой рецепт немного отличается от стандартного, потому что я буду использовать не только клубнику, но и чернику. Для бисквита нам понадобится сахар, топленое сливочное масло, миндальная мука, простая мука и яйца. Тесто для нашего бисквита мы будем делать на водяной бане, так что предварительно подготовьте сотейник с водой. К яйцам добавляем сахар и взбиваем миксером. Когда мы взбили до однородной массы, перекладываем наши яйца с сахаром на сотейник. Будьте осторожны, чтобы вода не соприкасалась с дном нашего блюда. И продолжаем взбивать. Примерно еще минут 10. Видите, какой у нас получился крем. Теперь снимаем с огня и ставим обратно на рабочую поверхность. продолжаем дальше взбивать до полного остывания массы. Прошло еще минут 7. Видите, какая у нас пышная масса получается. Наша масса остыла. Теперь будем добавлять муку. Муку мы добавляем постепенно и просеиваем. Перемешиваем очень осторожно и сразу вовнутрь. Только одно движение. Вовнутрь. Когда первую порцию хорошо вмешали, добавляем следующую. Таким образом мы сохраним пышность нашего бисквита. Первую порцию муки размешал, добавляем следующую. И так делаем, пока мы добавим всю муку. Хорошо вмешали всю нашу муку. Теперь сюда просеиваем миндальную муку. Просеяли. И то же самое. Также только движением вовнутрь. Вмешиваем сюда нашу миндальную муку. И разогреваем духовку на 180 градусов. Последнее сюда идет наше топленое масло. И так же все размешиваем. Беру форму для выпекания с разъемными краями диаметром 21 см. Мажу туда дно и бока маслом. Кладем в духовку примерно 18-20 минут. Теперь делаем крем. Для этого нам понадобится масло комнатной температуры, кукурузный крахмал, мука, сахар, ванильный экстракт, 4 яичных желтка и пол-литра молока. К яичным желткам добавляем сахар и взбиваем. Когда мы взбили яйца с сахаром, добавляем туда кукурузный крахмал и хорошо перемешиваем. Размешали крахмал, добавляем муку и так же все хорошо перемешиваем. Наливаем молоко в сотейник и доводим его до кипения, но не кипятим. Сюда добавляем треть нашего горячего молока и все хорошо перемешиваем. Размешали. Нашу яичную массу добавляем обратно в молоко на среднем огне, все время помешивая, доводим до загустения. Масса довольно быстро густеет. Так вот, помешивая, чтобы она не пригорела, доводим до нужной густоты. Вот уже почти готово. Видите, она не стекает. Сняла наш крем с огня. Добавляю туда экстракт ванили. Все хорошо перемешиваю. Теперь сюда добавляю наше масло и также перемешиваю, пока масло растворится. Перекладываю наш крем в другую посуду и оставляю полностью остывать. Пока крем остывает, готовлю пропитку для нашего бисквита. 50 мл воды 50 г сахара. Ставим на огонь. Помешивая, доводим воду до кипения и растворяем в ней сахар. Итак, все закипело, сахар растворился. Переливаем в другую посуду. Перелили. Добавляем сюда вишневый ликер. Перемешаем и оставляем остывать. Пока у нас все остывает, займемся клубникой. Она у меня уже помытая. Отрезаем кончик и режем напополам. Маленькую клубничку я режу на 4 части. Она у нас пойдет вовнутрь. Теперь займемся нашим бисквитом. Отрезаю вверх. Эта твердая часть нам не нужна. Теперь разрезаем наш бисквит напополам. Разрезала на 2 части. Теперь мы будем формировать наши бисквиты. Они могут быть и одинаковые, но я хочу один побольше, другой поменьше. Я беру кольцо, ставлю его сверху, формирую так, что примерно от края у меня пол сантиметра или сантиметра. Это смотря, сколько вы хотите. Надавливаю на него и видите, отрезается наш край. Один бисквит готов. Теперь беру второй. Также кладу на него кольцо, но делаю его еще меньше диаметром. Жму на кольцо и все у нас отрезается. Вот вы видите, оба бисквита готовы. Один чуть меньше, другой чуть больше. Теперь у нас наша подготовка готова. Крем уже остыл и займемся им. Итак, наш крем остыл. Теперь взбиваем его миксером до однородной массы. Взбили до однородной массы. Теперь понемногу добавляем масло комнатной температуры и взбиваем. Когда мы взбили одно масло, тогда только добавляем вторую порцию масла. Теперь вторую порцию и так далее. Так будем добавлять, но не забудьте, масло обязательно должно быть комнатной температуры. и так крем готов. Начнем собирать наш тортик. Беру кондитерское кольцо, выкладываю по стеночкам пергаментную бумагу. Нам потом так будет легче открывать наш торт. По кругу у нас пергаментная бумага. Вниз положила наш первый бисквит и теперь пропитываю пропитываю весь. Теперь кладу крем. Первый слой я кладу не очень много крема. Разравниваем его. Теперь берем клубничку и отрезанной стороной кладем к стеночке. Так мы кладем клубничку вокруг всего периметра тортика. Так мы выложили нашу клубничку. Теперь я заполняю кремом. Наполню кремом до половинки клубнички. И оставляю такое, как немного углубления посерединке. Туда я буду складывать наши ягодки. Видите, примерно так. Сейчас распределю немного. Ягодки вы можете класть какие вы только хотите. У меня здесь наша нарезанная клубника. Добавляю туда. И еще я сегодня решила добавлю туда немного черники. Вот так. Теперь берем крем и наполняем до конца, где у нас начинается клубничка. Не выкладываем весь крем. Крем нам еще понадобится в конце. Я специально сделала один слой бисквита поменьше для того, чтобы им накрыть весь наш тортик. когда мы будем открывать торт второй слой бисквита у нас будет не виден. Мы его как будто утопим в креме. Выкладываем наш второй корж. Пропитываю нашей кедж пропиткой. Видите, у меня получается этот корж чуть отходит от края. Видно? Сейчас мы туда будем замазывать крем и крем кладем сверху на бисквит. Вот я первым делом прям заполняю наш промежуточек между бисквитом и стеночкой кольца. Теперь выкладываю остаток крема, размазываю его по верхнему бисквиту и разравниваю. Все сделано. Крем расправлен. Отправляем наш тортик в холодильник минимум на 2 часа. Скоро уже пора вынимать наш тортик из холодильника и украшать. Для украшения я размельчу фисташки в блендере. Так я размельчила фисташки чтобы были и большие и маленькие кусочки. Вот тортик провел в холодильнике 3 часа. Теперь я его раскрываю. Снимаю кольцо. Теперь будем снимать бумагу. фисташками отступит очень легко. Вот так выглядит наш тортик. Второй бисквит у нас должен был быть здесь. Видите, его не видно. Хотите, оставляйте тортик так, а я его немного украшу. Украшать я буду фисташками, черникой и клубникой. фисташками я покрою весь торт сверху. Хочется мне почему-то сегодня какой-то зелени. Теперь клубничку. и немного чернички. Такой тортик у меня получился сегодня. Попробуйте сделать сами. Настал момент истины. Видите, режется очень легко. Вот так он выглядит изнутри. так он выглядит в разрезе. В переводе с французского фразье означает клубничный. Поэтому вначале я и говорила, что мой рецепт будет немного нестандартный. Это наш отрезанный кусочек. Так тортик выглядит изнутри. Пробуйте. Приятного аппетита. отрезанный. Продолжение следует... Продолжение следует...